Добро пожаловать на наш обзор сравнения. Сегодня мы поговорим о двух крайне популярных автомобилях, относящихся к классу кроссоверы. Эти машины довольно похожи по ценовой политике, они очень любимы в народе и пользуются заслуженным спросом. Встречайте, Toyota C-HR и Honda Vezel. А сравнивать эти две модели мы сегодня будем на примере Honda Vezel 2020 года выпуска, без пробега по России, с 58 тысячами километров на одометре, бензиновая полторашка, полный привод. И вот этого Toyota C-HR 2018 года, 1.2, бензин, полный привод. Пробег автомобиля 53 тысячи километров. Toyota C-HR на японском рынке, а именно праворульных автомобилей на вторичке, по крайней мере в сибирском и дальневосточном регионе, большинство выпускался с 2016 по 2023 год. При этом в 2019 году автомобиль освежили, проведя его через рестайлинг. Модель, занявшая в линейке Toyota нишу предшествующую кроссоверу RAV4, оказалась у себя на родине крайне успешной в коммерческом плане. Вариантов исполнения по части двигателей у C-HR на японском рынке было всего два. Это бензиновая турбо-четверка на 115 лошадей, которая сочеталась с вариаторной либо механической коробкой передач на рестайлинговых машинах и полным приводом. Либо гибридная установка от четвертого Prius 1.8, 98 лошадей и привод только на переднюю ось. Honda Vezel первого поколения появилась раньше C-HR. Эти машины дебютировали в 2013-м, а сняты с производства в 2021-м, когда их заменили на уже актуальную вторую генерацию. Освежили автомобиль также чуть пораньше, в 2018-м. Модификаций в плане двигателя здесь также было две. Обычная бензиновая полторашка на 131 лошадиную силу, либо гибридный вариант, где бензиновый двигатель выдавал 132 лошади, а суммарная мощность этой установки вкупе с электромотором составляла 152 лошадиные силы. Коробки передач увезывал это либо вариатор на обычных бензиновых автомобилях, либо семиступенчатая роботизированная коробка с электродвигателем, если говорить о гибриде. Что касается внешних габаритов. Toyota C-HR имеет длину 4,36 метра, ширину 1,79 метра, а высоту 1,55 метра. Колесная база этого кроссовера 2,64 метра, а масса в зависимости от модификации может разниться от 1390 килограммов для версии с механикой до 1715 килограмм, если речь идет про гибрид. Что касается Honda Vezel, этот автомобиль компактнее. Длина автомобиля меньше на целых 7 сантиметров, она составляет 4,29 метра. Ширина машины 1,77 метра, а высота больше, чем у C-HR, 1,60 метра. При этом колесная база покороче 2,61 метра. Ну а масса также меньше. В зависимости от комплектации, Honda Vezel весит от 1270 до 1380 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, в принципе, Toyota C-HR демонстрирует нам ровно те же цифры, как и большинство современных автомобилей. Толщина лакокрасочного покрытия для родной краски здесь лежит в диапазоне от где-то 86 до 112 и в некоторых местах до 120 микрон. Разброс на самом деле достаточно небольшой и окрашен C-HR все-таки аккуратно. Что касается конкурента из Honda, то в плане окрасов, в общем-то, картина похожая. Единственный момент, что нижняя граница показаний толщиномера здесь слегка сдвинута, микрон на 10. Толщина ЛКП на этом автомобиле колеблется от 95-96 до отметки порядка 120-122 микрон. Сравнение внутренности этих двух паркетников начнем с багажного отделения. И первым на очереди будет Toyota C-HR. Каталожный объем этого багажника всего 318 литров. Это не так много. И при беглом взгляде внутрь приподнятой крышки багажника становится понятно, почему. У C-HR багажник очень неглубокий. Вооружимся рулеткой и посмотрим, что он представляет собой в плане линейных размеров. Ширина багажного проема по его средней части это ровно метр. Высота багажника до полки порядка 39 сантиметров. Надо отметить, что у C-HR линия остекления сзади напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Стекло очень пологое, поэтому высокий груз вы здесь не разместите. Что касается ширины багажника по полу, то по его средней широкой части это порядка 110 сантиметров. А длина багажника 76 сантиметров. Если вам нужно увезти на этом автомобиле что-то габаритное, однозначно складывайте заднее сидение. Складываются они здесь только из багажника, но при этом образуют практически ровный пол. Ступеньки здесь как таковой нет. В этом случае вы можете загрузить сюда нечто длиной до 1 метра 55 сантиметров. А максимально длинный, но узкий груз, который ляжет рядом с селектором коробки передач, будет иметь длину 2,50. Ну а что касается дополнительных удобств по багажнику Toyota C-HR, разного рода ниш и так далее, по левой и правой стороне у нас есть фальшпанели, которые держатся при помощи вертышей фиксаторов. Здесь небольшие ниши сбоку, куда можно поставить, например, канистру или какие-то дополнительные не очень крупные вещи положить. Под фальшпулом в нашем случае располагается формованная пенопластовая емкость с глубокими карманами, которых здесь на самом деле много. Здесь размещается штатный инструмент, а также герметик и компрессор для накачки шин. Кстати говоря, вполне вероятно, на обычной негибридной версии C-HR в подполье при удалении всего этого пенопластового хозяйства вполне войдет колесо. Возможно, даже полноразмерное. Ну а теперь багажник Везела, который на первый взгляд гораздо больше по размерам. Кстати, и у Везела, и у C-HR есть плафончики освещения. Правда, у Везела он включается принудительно при помощи кнопки, а у C-HR светится постоянно при открытой крышке багажника. Ну а теперь проведем замеры. Средняя часть проема на Хонде Везел более широкая, порядка 113 сантиметров. Высота багажника до условной полки это 53 сантиметра. Ширина по нижней части 1,32 сантиметра. И между колесными арками, где багажник поуже, это ровно 1 метр. Длина багажного отделения по полу от спинки сидения до заднего борта 79 сантиметров. Если же вам нужно увести какой-то длинный или объемный груз, складывайте спинки сидений. Здесь это все выполняется ровно так же, как и на C-HR. При этом пол получается также практически ровный, но высота багажного отделения намного больше. Полезная длина в этом случае возрастает до 1 метра 60 сантиметров. А вот максимально длинный груз, который сюда поместится, будет все же чуть короче. Максимальная длина 2 метра 40. Это если упираться в переднюю панель. Про силовые установки под капотами этих автомобилей долго говорить не будем. Более подробную информацию вы можете найти в отдельных обзорах на C-HR и на Vezel, соответственно. Поэтому просто проговорим по конкретным автомобилям. А это, напомню, обе бензиновые версии на полном приводе. У Toyota C-HR под капотом располагается современный технологичный двигатель. Его маркировка 8NR FKS. Это мотор с турбонаддувом. Рядная алюминиевая четверка с двумя распредвалами. Здесь цепной привод ГРМ. Есть гидрокомпенсаторы. Есть промежуточный охладитель интеркулер. И непосредственный впрыск топлива. Мотор работает по циклу Аткинсона. Здесь продвинутые системы фазовращателей. И отличается интересным сочетанием крутящего момента и экономичности. В данном случае момента тут 185 Нм. А это столько же, сколько на секундочку имеют в сумме бензиновый двигатель и электромотор на гибридном Vezel. Мощность в лошадиных силах при этом небольшая. Всего 115. Так что это положительно сказывается на ставке транспортного налога. Что касается ресурса 8 НРФКС, производитель заявил его в районе 200 тысяч километров пробега. Плюс-минус, скорее всего, так оно и будет. Хотя, возможно, в ближайшее время мы увидим Сиаширы с большими пробегами. Что касается каких-то особенных неисправностей, мотор еще новый. И наработать себе портфолио в этом плане банально не успел. Некоторые владельцы отмечали расход масла на угар на относительно небольших пробегах. Также шум при работе муфт фазовращателей. Ну и последнее. По данному двигателю необходимо довольно часто заниматься чисткой системы EGR. Где-то раз в 30-40 тысяч километров пробега. Что касается Хонды Vezel, под капотом этого автомобиля располагается обычная бензиновая полторашка. Ее индекс L15B. Это обычный атмосферный мотор без всяких особых наворотов. Даже впрыск топлива на обычном бензиновом Vezel распределенный. Здесь четыре индивидуальных катушки зажигания. В отличие от моторов прошлых серий, они не закрыты сверху впускным коллектором. Доступ к ним эталонный. Здесь также цепной привод ГРМ. Четыре цилиндра в ряд и два верхних распредвала. Конструктивно L15B гораздо проще, чем 8 НРФКС на Сиошере. И ресурс этого двигателя также намного выше. Свыше 300 тысяч километров. Вообще L-серия у Хонды это моторы на редкость надежные. В чем лишний раз можно убедиться, если загуглить стоимость контрактных двигателей на эти автомобили. Их цена будет гораздо ниже, чем цены на двигатели для моделей конкурентов. Этот двигатель выдает 131 лошадиную силу. И в целом для Vezel его более или менее достаточно для движения в городе и на трассе. Что касается салона Toyota C-HR, попадая сюда, ощущаешь себя в какой-то степени в спортивном автомобиле. На это здесь работает в том числе и довольно небольшой запас пространства, по крайней мере субъективно. Хотя упрекнуть C-HR в отсутствие места над головой или где-то сбоку нельзя. Хитрая форма панель приборов большей частью сделана из мягкого материала. Жесткая здесь только дальняя часть с колонками под самым лобовым стеклом, до которой нужно будет тянуться. Даже материал в районе торпеда здесь мягкий. Естественно, производитель СК сэкономил на боковинах, но при этом дверные карты все же остались относительно податливыми. Посадка за рулем здесь удобная. Немалую лепту в это вносят сидения. Они, как на спортивной машине, имеют довольно четко выраженный профиль боковой поддержки, как на спинке, так и на подушке сидения. Диапазон регулировок кресла, кстати говоря, механический в данной комплектации, очень большой. Если я сдвину водительское сидение до упора назад, я, не опуская его вниз, могу вытянуть левую ногу в колене полностью. И при этом носком не дотянусь до пола салона. Рулевое колесо регулируется по двум направлениям. По наклону и по вылету диапазон регулировки достаточно большой. Так что практически любой водитель за рулем C-HR будет чувствовать себя в своей тарелке. В плане разного рода клавиш, кнопок и органов управления. По кнопкам с блок стеклоподъемников у нас абсолютно стандартный. Все четыре стекла, все ашири автоматические. Боковые зеркала имеют функцию складывания. Круиз-контроль выполнен в виде традиционного джойстика справа на рулевой колонке. Кнопок на руле много, но все они тактильно различимы и пользоваться ими в целом удобно. Подрулевые переключатели на своих местах тянуться никуда не надо. Кнопка запуска остановки двигателя при этом полностью спряталась за подрулевым переключателем, отвечающим за указатели поворотов. По центру приборной панели у нас магнитола с большим монитором и камеры заднего вида. В данном случае стандартная двухдиновая, но в старших комплектациях у C-HR монитор будет гораздо больше диагонали. Блок климат-контроля удобный и понятный. Клавиши хорошо сгруппированы. Все они тактильно различимы, ошибиться при работе с ним довольно тяжело. Шрифты читаемые, дисплей яркий. Селектор коробки передач в данном случае привычный. Это джойстик с курком разблокировки. По части бардачков и подстаканников дела обстоят следующим образом. В самом дальнем углу центральной консоли присутствует небольшой плоский карман, куда можно положить какую-то мелочевку, например, те же ключи от автомобиля. Доступ здесь бесключевой. Есть два подстаканника. Один перед селектором коробки передач, следующий за ним. Маленький по объему центральный бокс, довольно глубокий, но сам по себе небольших линейных размеров. Внутри 12-вольтовая розетка и основной бардачок, который открывается по нажатию клавиши. Бардачок довольно компактный, сюда войдет, разве что некоторое количество бумаг формата А4, причем сложенных пополам. Внизу дверных карт также есть небольшие кармашки, плюс отсек под бутылочку объемом 0,5 в передней части. В плане обзорности с места водителя, претензий к Сиошеру на самом деле минимум. Здесь высокая линия остекления, но обзор она не ограничивает большие боковые зеркала. Пользоваться удобно, несмотря на зауженную к краю форму. Тем более, в старших комплектациях машина может иметь систему мониторинга слепых зон. Лобовое стекло далеко от вас, оно довольно-таки узкое. И капот в данном случае, естественно, невидимка практически при любой регулировке сидения. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается места на втором ряду. Сидение второго ряда у Сиошера далеко не столь профилированное, как передние кресла. Подушка находится повыше. В целом, оно довольно-таки мягкое и полностью плоское. Сидеть здесь втроем будет удобно, при условии, что это будут не слишком широкоплечие сидоки. Спинка по наклону никак не регулируется. Запас пространства над головой более или менее присутствует. Но если человек будет очень высоким, места сбоку ему может не хватить. Угол наклона крыши довольно специфичный. Она сужается еще и в поперечном направлении. Кстати говоря, по части обзорности сзади здесь все обстоит довольно печально. Боковое окно задних дверей здесь в угоду стилю и моде больше напоминает амбразуру. И видно в него не очень много. Так что, если задними пассажирами в вашем автомобиле в основном являются дети, которые сидят в детских креслах, скорее всего, вбок из этой машины ничего они видеть не будут. И довольно быстро начнут скучать. По части удобств центрального подлокотника в данном случае у нас нет. Есть подстаканник, причем довольно удобно реализованный в дверной карте кнопка стеклоподъемника. И, собственно говоря, подлокотник под правую руку. Причем пластмассовый и жесткий. Что касается Honda Vezel и ее салона после Toyota C-HR, пространство здесь, по ощущениям, чуть побольше. Хотя пространство над головой при моей регулировке сидения плюс-минус похожее. Что касается удобства посадки, сидения у Honda Vezel, как это ни странно, имеют куда менее выраженный профиль. Здесь также есть боковая поддержка, но на самой подушке сидения она практически сведена к минимуму. И в целом, по ощущениям, посадка здесь более высокая. И ощущения нахождения в спорткаре уже нет. В плане регулировок рулевая колонка имеет регулировку как по вылету, так и по наклону. Запас достаточно солидный. А вот диапазон регулировки сидения здесь не столь огромный, как можно было бы ожидать. Вот это как раз-таки максимально сдвинутое назад кресло. При этом, если я ставлю левую ногу на пол, она также остается согнутой в колене. Но, опять же, посадка в Vezel более вертикальная. Естественно, есть регулировка по высоте, и при необходимости вы можете опустить сидение гораздо ниже. Но, лично для меня, такой вариант посадки в автомобиле не слишком удобный. Напоминаю, мой рост 1,86 м. Что касается качества материала в салоне. Если у Toyota C-HR часть панели сверху мягкая, равно как и ее передний торец, то в данном случае пластик жестковатый. По текстуре все выглядит симпатично, но на ощупь никакой мягкости здесь нет. Зато дверные карты у Honda Vezel вообще отделаны тканью, в том, что касается верхней части. А подлокотник имеет кожаную отделку и при этом мягкий. Рулевое колесо здесь также, как и на C-HR, отделано кожей и также полностью занято разного рода клавишами. На левой стороне блок управления магнитолой, бортовым компьютером, подключенным по Bluetooth телефоном. Справа также клавиши управления бортовиком на приборной панели и круиз-контроль, который в этом случае радарный, он умеет выдерживать заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Плюс умеет держать полосу. При наличии разметки, конечно. Блок стеклоподъемников здесь плюс-минус похож на C-HR. Единственная разница, что здесь автоматический режим только у водительского стекла. Справа от рулевого колеса дополнительные клавиши. Это подогрев лобовика, это система стабилизации, система предотвращения столкновений и контроль полосы. Плюс кнопка эко-режима. Клавиша запуска остановки двигателя у Honda Vezel также убрана в слепую зону, только с другой стороны от рулевого колеса. Чтобы ее увидеть, придется слегка наклонить голову. Приборная панель, как и на C-HR, читаема, хотя дизайн кардинально отличается. Но шрифты здесь крупные, пользоваться ей весьма удобно. По центру приборной панели располагается большая магнитола с огромным экраном, на которую также выводится картинка с камеры заднего вида. Блок климат-контроля в данном случае, в отличие от C-HR, вообще лишен физических кнопок. Это полностью сенсорная панель, которая оживает при включении зажигания. Селектор на обычной негибридной версии Vezel классический, с большой кнопкой блокировки сбоку и прямой прорезью. Здесь также электроручник и тоже есть функция удержания автомобиля на месте при отпущенных тормозах. Кроме того, у Vezel двухэтажная консоль. Что-то подобное мы видели раньше на автомобилях концерна Volvo. Внизу разъем для подключения HDMI, есть 12-вольтовые розетки для подзарядки и есть 12-вольтовые розетки для зарядки мобильных устройств. По части подстаканников дела обстоят следующим образом. За сдвижным подлокотником на центральной консоли у нас есть довольно хитрого дизайна подстаканник, куда можно поставить два прям очень больших и глубоких стакана. В нем есть фиксаторы плюс двойное дно. То есть в зависимости от того, что именно вам нужно здесь расположить, вы можете корректировать длину и глубину этого самого подстаканника. Центральный бокс здесь абсолютно мизерный. Разместить там практически ничего, кроме ключей и какой-нибудь мелочевки не получится. Ну а основной перчаточный ящик плюс-минус похожий по размерам на C-HR. Хотя он значительно уже в плане ширины. Внизу дверных карт, как и на C-HR, у нас есть кармашки. Правда здесь они еще меньше и передняя часть кармана также отформована под небольшую бутылочку. Ну а по части обзорности дела обстоят следующим образом. Боковые зеркала у Везова крупные по площади, но это касается только правой стороны. Слева зеркало разрезное. Оно имеет панорамную нижнюю часть и сильно зауженную верхнюю. Поэтому пользоваться левым зеркалом не всегда удобно. Линия остекления в данном случае достаточно низкая. К этому вопросов нет. Лобовое стекло также имеет достаточно низкую линию. Если говорить про стык стекла и панели, оно далеко от вас. И в целом по обзорности вперед вопросов никаких. В данном случае не мешаются даже относительно широкие передние стойки. Ну а капот на этой машине все так же невидимка, как и на большинстве автомобилей с покатой формой передка. Давайте посмотрим, как обстоят дела сзади. Что касается заднего дивана Хонды Визл, место здесь побольше. Опять же чисто субъективно, чем в Сиашире. Расстояние от коленей до спинки переднего сидения побольше. Расстояние над головой тоже. Причем головой я здесь не цепляюсь при росте метр восемьдесят шесть за край крыши справа. Боковые окна в данном случае имеют гораздо более низкую линию остекления и большую площадь. Так что с заднего сидения Визл можно спокойно осматривать окрестности. Само сидение в данном случае не настолько плоское, как в Сиашире. Центральная часть торчит повыше, хотя тоннеля на полу нет. И в принципе средний пассажир здесь разместится. Для задних пассажиров у Визл предусмотрен откидной подлокотник. Правда никаких подстаканников здесь посредине не имеется. Внизу есть 12-ти вольтовая розетка и единственный подстаканник на двоих. Плюс более или менее скругленной формы. Карман в дверной карте, куда можно пристроить очень небольшую емкость. Спинка сидения у Визла регулируется по наклону. Правда не в особо большом диапазоне. Но максимально откинуть сидение назад, можно получить что-то наподобие вот такой посадки. В принципе вкупе с центральным подлокотником здесь удобно. Ну а перед тем, как посмотреть на Сиашер снизу на подъемнике и сравнить его с Везовым, пробежимся по дорожному просвету. Клиренс этой модели для гибридного исполнения 140 мм, что очень немного и полностью противоречит идеологии кроссовера. Ну а клиренс бензинового варианта 160. Вооружимся рулеткой и посмотрим, соответствуют ли эти цифры действительности. Да, соответствуют до защиты моторного отсека от асфальта ровно 160 мм. До края резинового брызговичка под передним бампером от земли 12,5 см. Правда справедливости ради, он как раз и служит сигнализатором касания бордюр и может в принципе быть отсюда демонтирован. За передним колесом, далеко не самая низшая точка, это поддомкратник 23 см. Гораздо ниже у нас находится крепление подрамника к кузову, это 16 см. В задней части автомобиля до края пластиковой защиты 17 см. Поддомкратник выше на отметке где-то 23-24 см. Ну а задний бампер отстоит от поверхности земли на солидные 31 см. Банк оглушителя находится здесь практически в линии оси. Чуть-чуть позади и зацепиться ей даже за высокое препятствие у вас по идее не получится. Так что полноприводную версию Сиошера действительно можно причислить к разряду кроссоверов. Ну а перед тем как посмотреть на Хонду Везл снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету, каталожное значение которого для данных машин лежит в диапазоне от 170 до 185 мм в зависимости от модификации. Вооружимся рулеткой и проверим как обстоят дела у водовой бензинки. Расстояние от асфальта до нижнего края пластиковой защиты в данном случае это 16-16,5 см. Но резиновый фартук брызговика, который здесь достаточно объемный, висит на отметке 13,5 см от поверхности асфальта. Правда отломить его у вас вряд ли получится. До брызговика за передним колесом 16 см, а до поддомкратника от земли 22 см. Задний брызговик находится на расстоянии 18,5 см от асфальта. Задняя часть порога на расстоянии 23 см. Расстояние от земли до брызговика за задними колесами порядка 25 см. При этом, кстати, у Хонды Везл в габарите бампера практически ничего нет, не считая банки глушителя с правой стороны. Так что парковаться к высокому препятствию задним ходом на этом автомобиле можно смело. Да и в целом, учитывая чуть более короткий передний свес, у него с проходимостью дела обстоят, пожалуй, несколько получше, чем у Сиашера. Он просто повыше. Ну а теперь давайте посмотрим, что представляет из себя полноприводный Сиашер снизу в плане подвески. Передняя подвеска здесь выполнена по традиционной для автомобилей данного класса схеме Макферсон. Причем по тойотовской традиции шаровые опоры к рычагам крепятся болтами. Так что меняется этот узел отдельно и без съема рычага. Стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае расположен на подрамнике перед рулевой рейкой. Не сказать, что доступ к его креплениям для замены втулок особо эталонный, но подлезть можно изловчиться и обойтись таким образом без демонтажа подрамника. Что касается рулевой рейки, в данном случае она естественно электрическая. Вопросов по протечкам и шлангам гуру здесь конечно не будет. Кардан в данном случае довольно-таки солидный в плане толщины. Здесь две крестовины и промежуточная опора с подвесным подшипником. В плане антикоррозийной защиты с завода Toyota C-HR не слишком хорошо обработано. В плане не слишком плотно. Герметик здесь присутствует либо на швах, либо в районе порогов. Причем обработано все это дело достаточно локально. Также мы видим, что днище автомобиля по большей части закрыто либо теплозащитными экранами, которых здесь не просто много, а очень много, и дополнительно пластиковыми защитами. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, который здесь визуально делится на две половины, между которыми проходит карданный вал. Объем бака для автомобиля бензинового 50, для гибридного 43 литра. Бак полностью из пластика. Что касается задней подвески Toyota C-HR, здесь многорычажная схема в нашем случае по три поперечных рычага на сторону. Соответственно, сайлентблоков здесь достаточно много. И осматривать все это хозяйство на предмет необходимости замены нужно. Правда, как правило, у Toyota многорычажка до пробегов 1200 не особо-то просит каких-либо замен. Стабилизатор поперечной устойчивости сзади также достаточно солидный в плане толщины прута, но не настолько, насколько передний доступ ко втулкам здесь намного проще. Пружина и амортизатор у C-HR разнесены, то есть для замены пружины вам не придется демонтировать амортизатор, и наоборот. Это значительно упрощает процедуру. Задние тормоза у автомобиля дисковые, Стояночный тормоз, в данном случае электрический, воздействует все это дело на рабочие тормоза. Соответственно, у автомобиля реализована и функция hold, удержание машины на месте при отпущенной педали тормоза. Ну и та самая банка глушителя, про которую мы говорили, когда вели речь про клиренс автомобиля. Она подвешена поперек и достаточно высоко от поверхности земли. По части антикоррозийной защиты в задней части кузова все также достаточно скромно, разве что герметика в районе усилителя бампера будет побольше, чем на лонжеронах. Ну а что касается подвески Honda Vezel, конструктивно схема передней подвески здесь та же, что и на C-HR. Это Макферсон, причем на данной модели компания Honda также использует нижние шаровые опоры на болтовом соединении, так что поменять их здесь также можно отдельно от рычага. На подрамнике у нас также смонтирован стабилизатор поперечной устойчивости, который здесь также довольно-таки солидный в плане толщины прута. Доступ к его креплениям плюс-минус удобнее, чем на C-HR. Так что замена втулок стабилизатора на данном автомобиле не будет представлять никакой проблемы. Также электрорейка, как и на C-HR, соответственно, тоже никаких проблем с гидромагистралями. Кардан чуть тоньше в плане сечения. Здесь также две крестовины и подвесной подшипник. Что касается антикоррозийной обработки, Honda Vezel, будучи автомобилем для внутреннего японского рынка, также имеет, по сути дела, довольно незначительное количество штатного антикора внизу. В основном это касается зоны порогов и сварных швов на кузове. В отличие от C-HR, на днище этого автомобиля практически нет теплозащитных экранов и гораздо меньше пластика по бокам. Зато есть традиционный для автомобилей Honda кардан-уловитель. Кстати говоря, топливный бак на этом автомобиле располагается ближе к средней части машины и его объем для гибрида и для негибрида не различается. 40 литров бак пластиковый, прикрыт снизу защитой. Задняя подвеска Honda Vezel даже в выдовом исполнении гораздо проще, чем на C-HR. Здесь нет никакой многорычажки, подвеска зависимая. По сути дела, обычная балка, два сайлентблока и пружины с амортизаторами. При этом пружина и амортизатор здесь стоят отдельно, что упрощает замену компонентов. Что касается тормозов, в данном случае тормоза, естественно, дисковые. Ручник такой же электронный, как и на C-HR, и также воздействует на рабочий тормоз. И еще пара слов про подвеску одного и второго автомобиля. Если у Toyota C-HR хоть и жестковатая, плюс-минус спортивная ходовая часть, но все же остается комфортной, поскольку это Toyota плюс многорычажка, у Honda Vezel подвеска откровенно пожестче. Так что, прежде чем делать окончательный выбор, прокатитесь на одном и на втором автомобиле и крайне желательно по дороге с плохим покрытием. Или по такой дороге, по которой вы и планируете в основном ездить на машине. Хотя в плане эксплуатационных расходов, подвеска Vezel, конечно, будет выгоднее с точки зрения отсутствия многорычажки сзади. В плане внешних габаритов, чуть более крупный C-HR, относительно сопоставим с Vezel. Но вот если вы цените, прежде всего, простор в салоне, то Honda окажется для вас предпочтительнее. Ну а с точки зрения выбора агрегатов, здесь можно сказать следующее. Пока еще ввезенные и наличествующие на вторичном рынке гибридные автомобили делают выбор между этими двумя вариантами проще. Правда, при условии, что машины плюс-минус одинаково стоят. Гибридная часть Toyota Prius 4-го поколения на C-HR кому-то покажется более интересной. с точки зрения надежности и вообще удобства эксплуатации, чем семиступенчатый робот плюс электромотор на Honda Vezel. Хотя и у этой трансмиссии есть свои, причем довольно-таки весомые плюсы. Но если говорить про бензиновые машины, по первенству по отказоустойчивости, стоит все же присудить Honda в силу более простой конструкции мотора. Надеемся, наш сегодняшний сравнительный обзор дал вам представление о том, как между собой сопоставляются эти два бестселлера японского рынка компакт-кроссоверов. Если у вас был или есть один и второй автомобиль, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, прописывайте все это в комментариях. Людям, выбирающим себе подобные машины, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный автомобиль, какой-то из двух, которые были сегодня на нашем подъемнике, всю интересующую вас информацию, вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными, в описании под видео. Там есть адрес электронной почты и контактный телефон. WhatsApp на нем же. Пишите, звоните. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, если обзор вам понравился. И до новых встреч на канале. Пока!